Пожалуйста, расскажите о существующих исследовательских программах и вообще о концепции вашего богословского факультета. Мы продолжаем традицию прошлого, хотя и не такую давнюю, если говорить об истории основания этого университета. Но все же многие научные исследования ведутся на нашем факультете уже несколько десятилетий. Например, этот факультет занимал центральное место в изучении экзегетики Нового Завета, применение историко-критического метода, в том числе в применении этого подхода к вопросу о соотношении Евангелий. Такими исследованиями мы тут занимаемся уже довольно давно. Изучение святых отцов, например, Августина, имеет довольно длинную историю, длиной в несколько десятилетий. Также не одно десятилетие ведутся исследования Ватиканского собора. У нас здесь хранятся важные архивы. Так что, с одной стороны, мы продолжаем следовать некоторой традиции, а с другой стороны, мы оберегаем традицию. Например, в течение нескольких десятилетий, вернее лет, нам передавали важные собрания редких книг, не только для того, чтобы мы их где-то хранили, но также для того, чтобы мы их изучали. Я думаю, что это тоже можно назвать научной работой, поскольку благодаря этому подобные материалы становятся доступными для дальнейших исследований. Конечно, помимо самих текстов, существуют еще идеи, зашифрованные в этих текстах. Именно в этой области факультет полностью придерживается германифтического подхода. Это означает, что мы смотрим на христианскую веру, как на предмет, который мы изучаем в соответствующем контексте. Так что, я думаю, это и есть направление, потенциал нашей научной работы. Традиция, прошлое и настоящее, что мы делаем здесь, и в каком контексте. У вас на факультете существует несколько исследовательских центров, не один, а несколько. Экуменический центр, исторический центр, центр изучения Второго Ватиканского собора и библейский центр. Как все это организовано? Каков рабочий механизм всех этих центров? К счастью, мне не нужно самому отвечать за работу всех этих центров. У меня очень надежные коллеги, которые являются специалистами в своих областях. Например, мой коллега, профессор Демей, возглавляет Центр экуменических исследований. А профессор Буве, наш декан, заведует Центром постмодернистского богословия. Все эти центры организованы и функционируют очень по-разному. Какие-то небольшие центры приписаны к одному конкретному исследовательскому отделу, например, церковной истории. Другие, наоборот, занимаются сразу несколькими дисциплинами, как, например, в Центре изучения Второго Ватиканского собора. Так что невозможно дать четкое определение, что такое научный центр. Но можно сказать, что каждый научный центр организован так, чтобы это позволяло ему работать в полную силу. Это такой здравый ламанский подход. Одной из серьезных и самых важных задач в научной работе является, конечно, воспитание научных специалистов. Этот процесс обычно начинается на уровне написания диссертаций. Как нам всем хорошо известно, этот процесс трудно поддается организации. Аспиранты часто чувствуют себя заброшенными. Удается ли вам воодушевить их в этом одиночестве научной работы? Одиночестве, которое может принести великие научные плоды? Я думаю, прежде всего, что отношения между студентом и его научным руководителем чрезвычайно важны. У каждого студента должен быть индивидуальный руководитель. Или иногда могут потребоваться два руководителя. С другой стороны, по моему мнению, нашу работу нельзя было бы считать успешной, если законченная диссертация была бы единственным результатом. Как мне кажется, нам бы хотелось готовить наших аспирантов так, чтобы после аспирантура они могли бы заниматься чем-то еще. У большинства наших аспирантов не будет возможности преподавать их узкоспециализированный предмет, поэтому мы должны дать им не только знания, но и умения. Очень важно, чтобы они научились рассказывать о своих исследованиях друг к другу, чтобы они могли обсуждать свои научные интересы. Поэтому у большинства наших профессоров есть научные группы, состоящие из их студентов. Интересно, что аспиранты часто критикуют работы других аспирантов гораздо строже, чем их научный руководитель. Так что это все слаженно работает на всех уровнях и вдохновляет студентов заниматься исследованиями. Это именно то, что мы бы хотели привить им. Научная работа — дело творческое. Это как поход туда, где никто до тебя не бывал, как говорится в Стартреке. Итак, есть совместная работа аспирантов и руководителей. Есть научная группа. Есть еще, разумеется, сам факультет, где мы организовываем занятия, которые покрывают то, что не может охватить отдельно взятый руководитель. Также, к примеру, университет может во многом помочь. Например, существует курс академического английского. Я думаю, что сочетание всех этих факторов благотворно влияет на научно-исследовательскую среду. То, что факультет является многонациональным, тоже очень помогает, поскольку то, что очевидно для одного студента, неясно для другого. И наоборот. Это открывает много возможностей. У вас очень много иностранных студентов. Кажется, не меньше половины факультета, причем как просто студентов, так и аспирантов. Как вы управляете такой многонациональной группой и их исследованием? Разумеется, у каждого есть свое место и роль. Например, те, кто уже защитили диссертацию и теперь работают в наших научных проектах, они словно связующие звено между, скажем, более старшими научными сотрудниками, профессорами и аспирантами. Они часто выступают партнерами в проведении научных групп, что для них, в свою очередь, является очень важной тренировкой, полезным навыком. Сами аспиранты часто рады, что помимо старшего научного руководителя, у них есть такой коллега. Так что в этом смысле все работает, потому что наша научно-исследовательская среда динамична и постоянно развивается не только внутри отдельно взятых научных групп, но и на более масштабном уровне, например, общефакультетском. На Ваш взгляд, сейчас богословская наука процветает или же, наоборот, испытывает какие-то трудности? Я думаю, можно согласиться с тем, что сейчас изучение богословия, по крайней мере, здесь, на Западе, скажем, в Западной Европе, не очень привлекает 18-летних студентов. Тем не менее, когда люди немного взрослеют, то обычно они начинают этим интересоваться гораздо больше. Что касается науки, то, я думаю, религиозный элемент, конечно, все несколько усложняет. 30 лет назад, здесь, в Западной Европе, заниматься богословием как наукой было гораздо проще. Посмотрите на организации, распоряжающиеся грантами, например. Сейчас мы вынуждены постоянно доказывать, что заниматься богословской наукой возможно, что богословие действительно является настоящей наукой. Нам приходится постоянно доказывать это людям, и делать это становится все сложнее. В то же время, эту ситуацию можно рассматривать как прекрасную возможность для приложения наших максимальных усилий, поскольку это заставляет нас по-новому посмотреть на то, чем мы занимаемся. Я думаю, что богословие всегда будет процветать, если уделять достаточно внимания взаимодействию богословия и его контексту. Тогда непременно появится кто-нибудь, похожий на Фому Аквинского, потому что он именно этим и занимался. Я очень на это надеюсь, и вообще стараюсь надеяться только на лучшее. Ведь даже Фома не мог предвидеть, что его богословие будет иметь такое большое влияние и значение. Я думаю, что богословие в каком-то смысле является настоящей надеждой. Сегодня это, возможно, несколько сложнее здесь, по крайней мере в Западной Европе. Но эти возможности существуют, я абсолютно уверен. Йохан, вы упомянули финансовый аспект. Как это устроено в Лёвине? На какие трудности или, наоборот, преимущества вы могли бы указать? На настоящий момент мы очень рады, например, что наша библиотека в состоянии привлечь достаточное количество финансовых вложений, чтобы все оставалось на своих местах. Я думаю, это бесценно. Мы также до сих пор находим деньги для наших самых лучших студентов, в том числе для их научной работы. Но это постоянная борьба. Хотя в каком-то смысле это неплохо. Мы же никогда не купались в золоте. Так что я постоянно, каждый год, пишу большое количество рекомендательных писем и не жалуюсь. Возможно, когда я сейчас думаю о том, что делает именно это место Лёвин таким особенным для изучения богословия, так это то, что весь факультет плечом к плечу противостоит всем невзгодам, и все стараются помочь друг другу в поисках грантов. Часто мне кто-нибудь говорит, «Вы уже встречались с таким-то студентом? Он очень талантливый». И я говорю, коллеги, «Этот студент очень хорошо сдал мой экзамен». Так мы ежедневно поддерживаем друг друга. Соборность? Именно. И для коллектива он очень важен, этот командный дух. Он помогает не сдаваться в поисках денег, сначала для одного студента, потом для другого. В каком-то смысле перед вами довольно счастливый заместитель декана по науке, которому хорошо известны все трудности. Но он также знает, как использовать их в свою пользу. Многое было сделано моими предшественниками, за что я им очень благодарен. На ваш взгляд, возможно ли в будущем научное сотрудничество между российскими специалистами по греческой патрологии и другим богословским дисциплинам, которое бы соединило в себе академические плоды всех христианских традиций? Я думаю, что такого рода сотрудничество является одновременно обязательным и приятным. Для меня это все та же идея постоянного стремления, развития. Я считаю, что сначала совместная работа, совместные научные исследования и обсуждения были бы очень важны. Постепенно, возможно, спустя много лет, возникнет прочная связь, и через какое-то время станет понятно, где именно общие интересы могут быть взаимно полезны, и как они могут повлиять на развитие науки. Но вы знаете, как это бывает. Иногда можно посадить двух великих людей в одну комнату, но все равно ничего не выйдет. Так что наука всегда непредсказуемая. Ей необходимо развиваться. Я понимаю, о чем вы спрашиваете, но для меня не так важно, будут это люди из России или Филиппин, как то, что они принесут науке пользу. Это важно. Сейчас мы живем в мире глобализации. В будущем, нравится нам это или нет, это повлияет не только на содержание нашего богословия, на наш взгляд на богословие, но и на то, как именно мы будем его изучать. В 2003 году я вместе с моим коллегой из Лёвина и двумя австралийскими учеными опубликовал книгу. Сейчас, почти 10 лет спустя, повсюду используется скайп. Так что я думаю, что есть большие возможности для совместной работы. Конечно, нужно, чтобы совпадали графики и возможности, но это абсолютно реально. Йохан, большое спасибо вам за ваше драгоценное время и то, что вы нам рассказали. Спасибо. Продолжение следует...